Сегодня в Славянском районе работает 5 казачьих школ. Созданы 84 казачьих класса и 69 групп казачьей направленности. А это около 3000 ребят, которых воспитывают в духе казачества. И каждый год число юных казачат растет. О том, как школьники вступают в ряды большой казачьей семьи Славянского района, смотрите в следующем материале выпуска. Одной из школ, которой присвоен статус казачьей, является школа номер 7 имени Героя Советского Союза Ивана Игнатьевича Игнатенко, поселка Степнова. Все учащиеся со 2 по 9 класс вступили в ряды казаков. На прошлой неделе их ряды пополнились 15 первоклассниками, которых в торжественной обстановке посвятили в казачата. И они вступили в Союз казачьей молодежи Кубани. Мероприятие это ответственное и важное не только для первоклассников, но и для всей школы. Поэтому прошло оно очень торжественно и празднично. Были приглашены почетные гости. Заместитель атамана Славянского районного казачьего общества Есаул Илья Макаренко. Атаман прибрежного хуторского казачьего общества Подхарунжи Игорь Быковский. Руководитель Славянского муниципального отделения Союза казачьей молодежи Кубани приказной Захара Рыженко. И настоятель храма в честь иконы Божьей Матери-Целительницы Протерей Василий Гаврильчик. Директор школы Елена Черкова и гости праздника сердечно поздравили ребят, вручили им памятные значки Союза казачьей молодежи Кубани и сказали напутственные слова. Называться казаком – это большая честь, но и большая ответственность. Наши предки покрыли себя неувидаемой славой и в труде, и в сражениях, и поэтому вам теперь нужно будет эту честь не уронить. Главное, чтобы вы, пускай не каждый станет героем, но чтобы вы были настоящими гражданами своей Родины в добрый путь. Также в этот день состоялись торжественные выборы атамана школы. После проведенного голосования и подсчета голосов атаманом школы стал девятиклассник Никита Пойда. Атаман Игорь Быковский вручил Никите Кубанку и символ атаманской власти – булаву. Все присутствующие поздравили его с избранием и пожелали быть настоящим атаманом. Завершился казачий праздник вкусной ярмаркой. Все угощения готовили сами ребята, а девочки-казачки даже поучаствовали в конкурсе по украшению пирогов. Также в этот день в седьмой школе прошел мастер-класс от казачьего военно-исторического клуба «Плавни» под руководством Подхорунжева Сергея Бедягина. Ребятам рассказали о казачьей экипировке, оружии, продемонстрировали приемы, обращение с шашкой и кнутом. «Правый, левый, правый, левый». Ребята узнали много нового и интересного и долго не хотели отпускать Подхорунжева Сергея Бедягина, задавая ему вопросы. Вот так ярко и насыщенно прошел день в седьмой школе. Новоспеченным казачатам он заполнится надолго. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».